Хорошая работа инженеры! Время вернуть Софиры истинным владельцам. Рагер будет в восторге. Я тем временем внесу некие изменения в чертеж Федора. Ремонт завершен. Изменения конструкции внесены. И мы ждем дальнейших указаний. Тогда мы начинаем сборку. Отныне наш Федор носитель царь бомбы. Врагу не поздоровится. Вас профессор вас предал. Теперь он на стороне Левиахвана. Вам стоит примкнуть к нам. Ну наконец-то я и добрался к родным землям. Сделаю профессору Брэдли сюрприз своим неожиданным визитом. Не понял. Это что, ебошки шастают вокруг завода? Смотрите. Впереди враг. Остановите его. Огонь. Если в вашем гарнизоне нету гиганта, то у вас нету шанса. Товарищи, отныне вы не пленники. Я разбил гарнизон врага. Где профессор Брэдли? Его пленили. И нам неизвестна его судьба. Похоже, я опоздал. Но не стоит падать духом. Вы меня подлатаете. И я отправлюсь на штурм вражеского завода. Твои повреждения серьезные. Так что это займет немало времени. Придется потерпеть. Перво-наперво нам нужно добыть сталь. Переплавим врагов. А после начнем ремонт. Дело сделано. Дориан как новенький. Спасибо, товарищи. Самое время отправляться на поиски профессора Брэдли. Их задачи не было захватить наши позиции. Это была разведка боем. Настоящая битва состоится сейчас. Я заставлю тебя страдать. Прежде чем уничтожу. Ад покажется тебе легкой погулкой. Минус двигатель. Эта битва плохо для меня закончится. Но я просто так не сдамся. Ну все. Ты доплыкался, козлик. Погабайники. У нас нету ни ресурсов, ни времени на восстановление Дориана до заводского состояния. Поэтому мы просто залатаем дыры и вооружим его орудиями из трофейного КВ-44. Камуфляж оставим советский, чтобы ввести врага в заблуждение. Камуфляж. 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 Какими судьбами тебя сюда занесло? Слухи быстро расходятся. Уже все знают, что Германия примкнула к советам. Я же не мог оставить тебя без поддержки. А «Профессор МС-1» не смог отправить меня без подарков. «Я думаю с них мы и можем начать нашу работу» Ну и какие огневые модули мы установим нашим Химарсам? Ствольные или реактивные? У нас есть много чертежей хороших орудий, таких как у Дориана и Фендера, поэтому я предлагаю делать то, что мы умеем. Химарс, младший, готов к установке боевого модуля. Вот это настоящая бабаха, спасибо. Инженеры, вы ничего подозрительного не слышали? Нет, Карл, ничего необычного. Глядите в оба, чтобы и мышь не проскочила. Левиафан уже окончательно свихнулся, он видит угрозу во всем, даже в собственных подземельях. Ух ты, было круто, обожаю телепорты. Терпеть их не могу, мне опять масло в башню ударило. Ну и каковы наши дальнейшие действия, разделимся или будем держаться вместе? Вы двигайтесь на запад, а я разведаю восточные пещеры, но держитесь рядом. Левиафан был прав, наши враги очень коварны, но им не пройти мимо такого стража, как я. Вот же чёрт, это ловушка, они ждали нашего прихода. Этот тоннель слишком узкий для двоих, отыщи КВ-44М, а я пока задержу этого демона. Вам здесь не спрятаться, вы все погибнете в этих стенах. Совсем скоро сюда прибудут все берсерки Левиафана. Без ходовой я отсюда точно не выберусь, придётся сражаться до последнего вздоха. В наших восточных подземельях завязался бой, советы совсем обнаглели. Я всё исправлю, можешь на меня положиться, владыка. Мы уже способны за себя постоять, но этого всё ещё недостаточно, чтобы одержать победу в серьёзной битве. Тогда нам нужны ещё монстры, много монстров, целая армия монстров. Но для создания армии нам нужны ресурсы и хотя бы элементарные станки, всего этого у нас нету. У меня есть идея, мы будем громить все вражеские конвои в этом лесу, атакуя только слабых, не нарожаясь на опасность. Почему остановились все работы? Что-то стыгослось? У нас разорвана цепочка снабжения. За последнюю неделю к нам не пришло ни единого советского конвоя с ресурсами. Нужно собрать отряд и обезопасить путь для конвоев. Дальше так продолжаться не может. Дальше так продолжается.